Еще раз напомню о том, что все грамматики библейского иврита носят описательный характер. Поэтому то, как я представляю эту систему, не является исторической реконструкцией. Это попытка наиболее логично объяснить систему гласных, данную нам массоретами. И сейчас мы будем с вами говорить о гласных звуках, которые передаются очень интересным образом в рукописях. А именно мы будем с вами говорить о долгих гласных, которые передаются двояко. С одной стороны, у них есть огласовка, конкретный значок для обозначения гласного звука. И с другой стороны, есть домосоретская традиция. Это так называемые матери чтения. Или же по-другому матрес лекционис. На слайде у вас это выведено. Вы можете посмотреть на свои экраны. То есть еще до появления системы огласовок, примерно с X века до Рождества Христова в рукописной традиции при передаче текста Священного Писания писцы или переписчики начали использовать некоторые согласные еврейского алфавита для того, чтобы с их помощью дать подсказку читателю, что вместо меня, вместо согласного, в данном случае читай тот или иной гласный. Представьте себе русский язык, и если бы мы с вами, так же, как и евреи, писали бы только согласными, то рано или поздно мы пришли бы к этой же самой логике, к этой же самой идее. Стали бы использовать некоторые согласные в не характерной для них позиции в слове для того, чтобы дать подсказку читающему, что вместо той или иной согласной на самом деле здесь стоит та или иная гласная. Поэтому матери чтения, по латыни это «матрис лекционис» — «матери чтения», одна «матерь чтения» — «матер лекционис» — это все перевод с еврейского языка. Собственно говоря, это термин, введенный масоретами. «Матери чтения» по-еврейски «имод хакерия», то есть «матери чтения». Поэтому то, что мы имеем в грамматиках, еще раз, это отражение, или, можно сказать, во многом перевод масоретской терминологии. «Матерь чтения» — это согласный еврейского алфавита, который используется для указания на гласный. То есть, когда мы видим тот или иной согласный еврейского алфавита в данной функции, то вместо этого согласного мы должны читать гласный. Соответственно, что сделали масореты? Я сказал о том, что они изобрели систему гласных значков, огласовок, и там, когда они в рукописях видели вот эту древнюю систему переписчиков с наличием «матери чтения», они не исправляли, не вычеркивали вот эти «матери чтения», а они так приспособили свою систему гласных значков, чтобы она дополняла уже имеющуюся вот эту древнюю достаточно систему обозначения гласных через согласные. Поэтому, как правило, да я бы сказал даже всегда, читая еврейский текст и видя «матери чтения», мы будем видеть ту или иную огласовку, которая дополняет вот эти «матери чтения». То есть масоретская часть и домасоретская часть сливаются в одно. Соответственно, можно обозначить следующие согласные, которые используются в масоретском тексте, в еврейском тексте священного писания, как указатели, как маркеры гласного, как «матери чтения». Какие это согласные, которые указывают на гласные звуки? Значит, это алиф, и обратите внимание, пожалуйста, на экран. Значит, алиф и х обычно указывали на гласный «а». Обычно указывали на звук «а». Затем «йод» обычно указывали на звук «и». Ну, или же «или». «Э». Таким образом, мы видим, что четыре согласных древнееврейского алфавита использовались еще с древности, еще в дохристианскую эпоху, как маркеры, как указатели на тот или иной гласный звук. То есть в некоторых позициях читающий консонантный текст понимал, что вместо алиф, либо хэ, нужно прочитать звук «а», вместо йод звук «и» или «э», вместо вав, у или же о. Соответственно, что еще здесь важно отметить? То, что я обведу сейчас, хэ, матерь чтения, используемая для передачи звука «а», как правило, стоит на конце слова. То есть если вы видите на конце слова вот этот вот «хэ», то почти всегда его нужно читать не как согласный, а именно как маркер, указывающий на звук «а». То есть видим «хэ», читаем «а». Но иногда этот «хэ» имеет под собой иную подоплеку. Еще звук «э» тоже можно читать. Ну и он есть в священном тексте на конце слова. То есть вот «хэ» еще и звук «э» может передавать. Но чаще всего это «а» у нас будет с вами. То есть «хэ», как правило, на конце слова. Ну и «а» тоже, алиф я имею в виду для звука «а», тоже частенько на конце слова используется. Вот «йод» может использоваться как на конце слова, так и в середине слова. «Вав» в случае с союзом «в» еврейским, ну когда вместо него мы «у» читаем, может в начале слова быть, но на самом-то деле и в середине, и в конце. То есть только «хэ» и алиф, за ними резервируется позиция на конце слова, а вот все остальные «йод» и «вав» могут встречаться как маркеры гласного, как указатели на гласное, вот эти матери чтения, в середине, в конце слова, и «вав», в частности, в начале. Вот это нам важно с вами отметить. Мы идем далее, и, собственно, давайте посмотрим на то, как можно охарактеризовать гласные звуки, передаваемые матерями чтения, или «матрис лекционис». Они делятся на несколько классов. Смотрите, класс «а», то есть звук «а», и за него отвечает определенный согласный матерь чтения. Звук «а» передается при помощи «хэ», то есть мы это видим. Еще бы я сюда добавил, да, ну ладно, на самом деле это будет видно позже. Звук «и» передается на письме с помощью «йод». Также, да, передается звук «э» с помощью «йод». И при том звук «э» может быть выражен двумя разными способами, да, через две разные огласовки. Мы с ними чуть позже ознакомимся. Да, вот три точечки под буквой и две точечки под буквой, и затем «йод» слева. Да, это оба варианта для звука «э». Соответственно, почему я выделяю здесь «и» и «э» одновременно? Потому что, когда лингвисты рассматривают древнееврейский язык и систему, выраженную в священном писании, да, вот в масоресском тексте, то обращают внимание на то, что звуки «и» и «э» по месту образования гласные, да, по месту возникновения и образования очень близки друг к другу, да. Если вы произнесете звук «и» и «э», да, то чтобы один из другого перешел, и наоборот, да, ну, от одного из одного в другой, что нужно сделать? Нужно просто челюсть, да, либо чуть вперед выдвинуть «и» и «э», да, или же наоборот убрать, да, задвинуть, можно так сказать. То есть они по месту образования очень близки, и, соответственно, при определенных фонетических, можно сказать, обстоятельствах, но опять-таки же, да, упрощаю этот момент, в некоторых позициях фонетических может случиться переход «и» в «э» и наоборот. Поэтому по месту образования, да, они как бы вот к гласному «и» относятся. Значит, передаются с помощью «йод». И обратите ваше, обращаю ваше внимание, вот на что. То есть смотрите, под буквой, как в случае с гласными класса «а», да, так и «и», мы имеем вот эту комбинированную систему. Класс «а» у нас есть «х», как маркер гласного с одной стороны, но с другой стороны есть дублирующая система, и вот эта вот маленькая «т», да, эта огласовка называется «камец» под буквой «бет», как раз-таки является тоже звуком «а» долгим, да, и получается две системы сливаются в одну. То же самое звук «и» и «э», да, то, что мы видели в классе «и», да, передаваемый через «йод», выражен опять-таки же двояким способом, да, в домасоретскую эпоху использовали «йод», а масореты, когда снабдили текст своими огласовками, то они добавили как раз-таки одну точку под буквой «и», ну там две или три точки, это, соответственно, звук «э», да, получается снова комбинированная система. Дальше, гласные буквы, обозначаемые «е» через матери чтения, еще и относятся к классу «у», и вот «о» и «у», да, относятся к одному и тому же классу, почему? Как «и» и «э», по месту образования они очень близки в ротовой полости, да, это, ну, огубленные звуки. Соответственно, вот эти звуки «у» и «о» передаются через согласный «вав», да, то есть в домасоретскую эпоху просто писали «вав», и, соответственно, читающий понимал, да, что, ну, здесь скрывается либо «у», либо «о», а массореты что сделали, да, они, соответственно, к этому «вав» добавили либо точечку сверху, да, это звук «о», либо точечку слева по центру «вав», и получилось, получается звук «у», да, то есть вот все матери чтения можно разделить, резюмируя, да, на несколько, ну, классов, да, класс, связанный со звуком «а», класс, связанный со звуком «и», и класс, связанный со звуком «у». Идем с вами дальше, и теперь мы с вами посмотрим на то, как обозначаются краткие гласные. Я уже сказал о том, что в транскрипции мы просто пишем соответствующий гласный, да, без каких-то дополнительных черточек, галочек, да, все просто. Соответственно, у нас есть еще что? Что? У нас есть массорецкий значок, огласовка, для передачи краткого звука гласного, того или иного, и есть название той или иной огласовки. Вот, ну и, собственно, произношение. Поэтому все это я собрал воедино, да, вот в одну табличку, и мы так будем говорить про краткие гласные, про сверхкраткие гласные, да, и про долгие. Итак, у нас есть знак, который называется «патах». Этот знак помещается под согласной и выглядит как черточка, да, я сейчас вам еще раз продублирую. Да, ну вот предполагаемая, да, буква, неважно, любая. Кстати, вот здесь то, что «бэт» стоит, это просто для примера того, что какой-то согласный стоит, да, поэтому я, условно говоря, вместо буквы вот такой крестик поставил, и, соответственно, вот так выглядит эта огласовка. Да, черточка, «под», буква непосредственно, эта огласовка называется «патах». В переводе с еврейского, да, так масореты назвали эту огласовку, и, соответственно, так мы ее заучиваем, произносим, да, поэтому, когда вы в учебнике будете читать, да, и видеть «патах», это означает, что подразумевается краткий гласный «а». Интересно, что названия огласовок в масоретской традиции отражают артикуляцию ротовой полости или в ротовой полости при произношении того или иного гласного звука. Ну, к примеру, «патах», да, мы уже выяснили название этой огласовки, что передает краткий звук «а». «Патах» с древнееврейского означает «открытие», да, «а». Действительно, мы раскрываем рот. Затем следующий гласный краткий в древнееврейском языке в масоретской системе называется «сеголь». Как он формально выражается, да, вы видите на презентации или в презентации и на экране, да, то есть это три точечки, две вдоль строки и одна под этими двумя, да. Это краткий звук «э». Называется «сеголь», да. Ну и в транскрипции мы его обозначаем просто через, ну, «е» русскую или «э». Далее, третий краткий звук обозначается через одну точечку под согласным. И этот звук, вернее, эта огласовка, простите, называется «хирек». «Хирек». К примеру, с древней, опять-таки, ну не с древнееврейского, конечно же, да, масореты уже на новом этапе развития языка, как сказать, действовали ли были свидетелями, да. Поэтому вот в масоретском обозначении «хирек» вот это слово переводится как «скрежет». «Скрежет». Ну, действительно, когда мы произносим «и», мы прикрываем ротовую полость, да, прокрываем рот, и, ну вот, небезосновательно они звук «и» краткий, да, обозначили через слово со значением, ну, «скрежет». Да, соответственно, посмотрите, как в транскрипции обозначается этот звук краткий «и». Да, ну, просто пишем английскую «i», да, маленькую. Соответственно, важно запомнить, что точечка под буквой называется «хирек» и передает краткий звук гласный «и». Следующий краткий гласный звук называется «камец хатуф», да, «камец хатуф». Рисуется как маленькая буковка «т», и обратите внимание на то, что, ну, нет длинной ножки, как у буквы «т», то есть не вот так, да, это неправильно, да, а именно мы вот так коротенькую ножку рисуем для этой огласовки. Соответственно, «камец хатуф» — это огласовка для передачи краткого звука «о». Опять-таки же, да, из двух слов состоит название этой огласовки, да, есть первая часть «камец». Я обведу и поставлю звездочку, почему? Потому что вот этот «камец» может что означать? Да, ну, для какой огласовки, для какого звука? С одной стороны, краткий «о», как в данном случае, но абсолютно такая же огласовка, такой же значок передает собой, имеет под собой указание на звук «долгий а». Да, и помните, как «долгий а» обозначается? Черточка над «а». Поэтому вот мы пишем под звездочкой, да, что «камец хатуф» — краткий «о», но та же самая огласовка может отвечать за «долгий а». И как их отличать, да, вот в одном случае, чтобы не ошибиться, где прочесть «долгий а», а в другом случае прочесть «о» — краткий, мы поговорим чуть позже. И, собственно, последний значок или последняя огласовка для краткого гласного, пятого, да, в еврейской системе гласных, называется «киббутс». Да, на слайде это есть и пишется таким образом, да, под буквой «три диагональных точки, уходящих вниз». Да, и, соответственно, вот эта огласовка, да, «три точки, уходящие вниз», называется «киббутс» и обозначает краткий гласный «у». Ну и в транскрипции передается как «ю», да, ну вот англоязычным «ю». Но на самом деле по-русски произносим мы его как «у», да, поэтому здесь тоже сложность и как по-русски произносится, и как в транскрипции. Но в презентации и то, и другое есть, да. Мы с вами разобрались с первыми пятью огласовками или же значками для обозначения кратких гласных. В древнееврейском языке, опять-таки же, эти значки изобретены были масоретами. Или благодаря масоретам мы их имеем, так правильно сказать. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Идем с вами дальше. И далее будем говорить вот о чем. О долгих гласных, которые обозначаются без матери чтения. То есть долгие гласные, которые обозначаются только масоретскими значками. Только огласовкой. И мы с вами говорили о том, что вот эти долгие гласные могут быть изменяемыми. Они могут при определенных фонетических условиях либо краткими становиться, либо, соответственно, даже иногда сверх краткими. То есть от них только призвук остается. И таких долгих гласных три. Первый из них называется камец. И, соответственно, он отвечает или он указывает, он передает долгий звук а. Поэтому, пользуясь вот той же самой условной системой, я напишу. Вот он. Камец. Недобуква Т, помещенная под еврейский согласный. Соответственно, как мы его обозначаем в транскрипции, на слайде это есть, буква А с черточкой над ней. Еще раз, называется эта огласовка камец. Камец. Следующий значок, следующая огласовка, передающая долгий звук Э, называется ЦЕРЭ. Как мы ее пишем или проставляем эту огласовку? Две точечки под согласной буквой. Соответственно, если с еврейского языка переводить вот это название ЦЕРЭ, то интересное значение имеет вот это слово ЦЕРЭ. Разрыв или же открытие поперек рта. ЦЕРЭ. Разрыв или открытие поперек рта. Этот термин, данное значение имеет еврейский. Соответственно, в транскрипции как мы отражаем этот звук Э? Тоже черточкой над буквой Е. И третий значок, третья огласовка для передачи долгого гласного изменяемого. Внимание пишется не под буквой, а над левым верхним углом. То есть нередко пишется даже между буквами или же над самой буквой согласной. Точечка в левом верхнем углу. Даже вот так. И соответственно, эта точка называется ХОЛЕМ. В переводе с еврейского ХОЛЕМ это полнота. О, то есть О, долгий, полный звук. В транскрипции обозначается тоже логично. То есть все долгие изменяемые гласные обозначаются через ту или иную букву, указывающую на звук. И с подчеркиванием над. Вот, поэтому в презентации это все хорошо видно. Мы идем с вами дальше. И сейчас будем говорить о долгих гласных, передаваемых с помощью матери чтения. Я уже ранее рассказал, что такое матери чтения. Это согласные, которые в домасоретскую эпоху использовали как указатели на конкретный гласный звук. И что сделали массореты? Они к этой старой системе добавили еще свои огласовки. Получилась комбинированная система. И вот теперь мы посмотрим, как обозначаются долгие гласные с помощью матери чтения. Кстати, вот эти долгие гласные, при помощи матери чтения обозначаемые, называются неизменяемыми. Неизменяемые долгие гласные. Эти гласные, которые с помощью матери чтения передаются. То есть, что бы ни случилось, эти гласные как писались с помощью какой-то матери чтения и массоретской огласовки, так и остаются неизменными. И, кстати, вот это обозначение, неизменяемые долгие гласные, встречается в учебнике с авторством Пратика и Ван Пельд. Мне кажется, что это очень продуктивное обозначение, которое помогает студентам сразу же уловить не просто разницу между тем или иным гласным звуком, но еще формальное выражение вот этого звука, определенной огласовкой, и фонетические процессы те или иные. Поэтому чаще всего, когда мы видим с вами гласный, выраженный с помощью матери чтения и снабженный еще массоретской огласовкой, то в грамматике это будет выражаться в том, что вот такой гласный останется чаще всего в неизменном виде. У Томаса Ламдина в учебнике вот такой градации или такой особенности мы не находим. Поэтому для вас, для студентов, это как раз-таки в помощь, то есть это уже один из штришков, одна из зарубок в мозгу должно быть, что когда встречаем долгие гласные, выраженные через матери чтения, чаще всего они не будут изменяться. То есть одно из фонетических правил. Соответственно, какие долгие гласные с помощью матери чтения и как выражаются? Обратите внимание на экран, на презентацию. Значит, соответственно, долгий А выражается посредством чего? Посредством согласного Х и стоящей перед ним огласовки с Камецом. Да, то есть опять-таки же, сейчас я это все покажу. То есть вот предполагаемая буква согласная, неважно. Да, у нас есть Х, как древний вариант, то есть как древний способ показать, что здесь. Вот после этого согласного читайте гласный А. И, соответственно, еще для пущей уверенности Масаретская огласовка. И, соответственно, такая огласовка комбинированная для долгого гласного называется Камец-Х. Да, то есть, ну, две составные части у этого комбинированного значка Камец, то есть долгий А. И, собственно, мы видим эту огласовку и Х, да, то есть Камец предшествующий Х. Соответственно, как мы вот такие огласовки с вами в транскрипции обозначаем? Ну, обозначаем с таким вот, с крышей, да, с домиком, с крышей домика. Да, соответственно, что еще? Звук Э, долгий, передаваемый при помощи матери чтения, мы уже сейчас о классе Э говорим, да, может двояко выглядеть. Может быть, сейчас я напишу транскрипцию и затем мы два варианта напишем. Поэтому можете на презентацию сейчас посмотреть и через несколько секунд на то, что я напишу. Значит, звук Э, долгий, неизменяемый, может передаваться двумя способами, да, либо так, то есть огласовка ЦР и потом ЙОД, или вот так, три точечки СЕГОЛЬ, да, СЕГОЛЬ, ЙОД. И, соответственно, называется точно так же, по той же самой аналогии, что и КАМЭЦ ХЕ, да, ЦР и ЙОД, и СЕГОЛЬ ЙОД, да, это долгий гласный Э, передаваемый при помощи матери чтения и масоретской огласовки. Дальше с вами смотрим. У нас есть долгий гласный И, опять-таки же, передаваемый при помощи матери чтения ЙОД и, соответственно, огласовки. Ну и все это дело выглядит по аналогии с тем, что видели раньше. Да, то есть огласовка ХИРЭК И, и, соответственно, ЙОД после согласного. И называется эта огласовка тоже логично, ХИРЭК ЙОД. Соответственно, долгий неизменяемый гласный звук И. Теперь мы следующую огласовку с вами рассмотрим, она в презентации тоже видна, предпоследняя, называется ХОЛИМ ВАВ. ХОЛИМ ВАВ, да, и передает долгий звук О. Да, соответственно, как пишется эта огласовка? ВАВ — это способ до Масоретской эпохи, да, указать на то, что здесь звук О долгий стоит. И Масореты что сделали? Они добавили сюда еще над ВАВ точечку, да, ХОЛИМ. Соответственно, ХОЛИМ — звук О, и получается, что ХОЛИМ ВАВ, да, звук О плюс ВАВ, да. И последний момент здесь, последняя огласовка с матерью чтения, да, передаваемая и, соответственно, означающая или указывающая на звук У долгий неизменяемый, да, называется ШУРЕК. ШУРЕК. Интересно, что с еврейского ШУРЕК переводится как свист, поэтому пишем мы таким образом, да, у нас с вами какая-то буква, снова ВАВ, и слева от ВАВ точечка, да, и, соответственно, вот это все обозначаем условно в транскрипции, да, У с домиком наверху. С крышей. ШУРЕК, да, свист. Вот так обозначаются долгие неизменяемые гласные. А как они обозначаются? С одной стороны, домосорецкой системой, да, тот или иной согласный используется как маркер, как указатель на гласный. И чтобы не спутали, да, еще обозначается это все определенной огласовкой масорецкой, то есть такая комбинированная система, как я ранее говорил. В сухом остатке, что это нам дает, еще раз повторюсь, да, что когда мы встречаем долгие гласные, выраженные именно так, с помощью матери чтения и огласовки масорецкой, то, скорее всего, такой гласный будет оставаться неизменным. То есть матерь чтения сохранится, да, при словоизменении, да, и, соответственно, даже огласовка останется вот такой, какая она в исходном виде есть. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.